Не найти днём с огнём. Распродажа, девочки, распродажа. 250 рублей тоже. Цены, как вы видите, смешные и классные. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свеи. Сегодня у нас будет видео о покупочках. Очень много чего она купила за последнее время. И себе, и деньги. Самые дорогие масштабные покупки, это, конечно, были деньги. Так как пришло к нам пособие на ребёнка 10 тысяч, многие спрашивали в комментариях, почему я делала повторно. Потому что у меня, оказывается, в госуслугах не было информации о ребёнке вообще. Поэтому мне пришёл отказ. А потом я уже внесла данные о ребёнке. И мне буквально через 3 дня уже пришли денежки. Так, что купила я деньги, это я покажу попозже. А сейчас мы начнём с того, что я взяла на распродажах в H&M, Ikea, BeFree. И такие были магазинчики. У нас также Фаберлиф покажу, что я кое-что взяла. Если Мила даст мне снять это видео. Поехали. Мила, слушай, тут вот я чек только заберу. Пакет этот. Нет, любительницы чеков. Мама снимает видео. Всё, здесь видулечки. Так, настало наше время спокойно снимать видосик. Давайте начнём с того, что у меня здесь вот лежит. Надо уже вообще-то это как бы показать. Короче, я купила себе две пары джинс. Две пары разные. Вообще, я искала мамфиты. Ну, Страдивариус закрыт. Там они идеальные. Мне нравятся. И по цене идеальные тоже. И там стоят 1700 рублей. По-моему, 1800, да. И сидят просто идеально. Где я только не мерила. Я во многих магазинах мерила. В H&M вообще мамфитов не найти днём с огнём. Если там есть одна какая-то модель. Остались каких-то два размера. То это хорошо, что если это ваши размеры. Я даже не знаю, как они сидят на самом деле. И цена у них там около 2-2,2,2. Я нашла другое. Это называется, опять же, я не понимаю, как правильно читается. Я бы прочитала это стрейч. Знаете, ну это не стрейч, а стрейт. Высокая талия. Uncle Length. Короче, я не буду позориться сейчас, да, со своим английским. Ну, короче, суть в том, что они очень похожи на мамфиты. Застёжка такая же, да. Они, наверное, просто чуть-чуть посвободнее в каком-то месте. Но также у них такая же длина, как у моих мамфитов. Сидят хорошо, завышенная талия. Цвет классный. Я взяла, потому что они светлые. Денька вечно по мне лазит то ногой, то ещё чем-то. Поэтому таких джинс должно быть двое. Вот, это я взяла себе. Посмотрите, как сидит. Очень круто. Мне нравится цвет классический, светлый джинс. Размер взяла 34-й, потому что я похудела, да. У меня ещё есть такие джинсы, но они 38-го размера, которые я с Традиварюси, кстати, брала. Но они на мне просто уже болтаются. И вторые джинсы. Это я взяла тоже в H&M, в другом магазине. Мы объездили вообще все торговые центры, наверное, в Ростове. Тоже взяла 34-й размер. Но эти, как они называются? Не знаю, может, типа бананов, знаете, такое что-то. Ничего не написано. Короче, они тоже идут на завышенной талии. Идёт вот так вот нога, видите, такая вот прям, ну как банана. И здесь сужается к низу. И вот такая строчечка даже сзади мне понравилась. Очень прикольно смотрится. И тоже цена у них 1599, 1600 рублей вот эти блюки стоят. И они ещё светлее, видите, да. То есть на лето, мне кажется, самое то. Я в них уже походила. Чувствую себя в них превосходно, классно. Мне нравится. Вот, поэтому кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Двое прекрасных джинс. В принципе, из джинсов больше мне пока ничего вроде не нужно. Так, с джинсами всё. Теперь что у нас с H&M. Раз уж мы начали с H&M, давайте заканчивать H&M. Что это у меня здесь? А, майки. Там на распродаже в H&M сейчас есть майки вообще по 150 рублей, по 250, по 300 рублей. Майки, которые были, ну, обычные майки, вы поняли, да? Кто-то у меня спрашивал, где это, Селена, берёшь вот именно майки вот с этими обычными штучками, да? Не тоненькие такие, не сильно широкие, а вот классические. Да, в H&M их много было. Я взяла одну чёрную, одну белую. Единственное, хлопок было и всё. И по 150 рублей, и по 250, и по 300. Эти 250, а это 300. Слушайте, они сидят как-то на мне получше, чем за 150. Либо размера моего не было, потому что вот эти я взяла XS, прекрасно сидит, понимаете? И здесь XS прекрасно сидит. А там за 150 как-то S-ка маловато мне было, знаете, вот туговато как-то. А эти такие, они как бы тянутся классные. Ну, белая, чёрная, мне кажется, это прям классика, это нужно. Тем более за такие денежки. Прикольно. Также я увидела жёлтый. Мне сказали, что жёлтый мой цвет. Я теперь к нему отношусь неоднозначно. Ну, типа, он мне приносит удачу, успех, деньги, да, все дела. И вот эта вот футболочка, кстати, их там много. И стоит она тоже вообще 250 рублей. Я её взяла, знаете, чисто примерить. Но мне так понравилось. У неё такое горлышко необычное. Оно немножко здесь, знаете, вот так вот идёт, да. Свободная плечика с учётом того, что это размер M-ка. Она, по-моему, одна оставалась, эта футболка. Я её взяла. А когда уже в другой магазин пошли, там были разные размеры. Но я уже не стала брать там свой размер или ещё что-то менять. Потому что M-ка хорошо сидит. Она прям свободненькая и прям так освежает. Жёлтенький цвет. Очень классный. Да, 250 рублей. Кайф. Распродажа, девочки, распродажа. И вот ещё мне понравился цвет. Но это сейчас не на лето, да. И тоже цена. 250 рублей тоже. Короче, такая кофточка. Она такая свободненькая. S-ка размер. Такая оверсайза. Но мне прям цвет понравился. Прям цвет мне нравится. Классный. Я одного прикольного красивого цвета отдала свитер сестре. И вот взяла на замену, получается. Да, только там с горлышком. А это без горлышка. Ну, он мягкий, нереальный. Я так и не пойму, из чего он состоит. Сейчас давайте посмотрим. А, здесь 50% вискозы. 53% вискозы. И остальное там эластан и полиэстер. 44% полиэстер и 3% эластан. Но ткань очень мягкая. Думаю, ненадолго мне его хватит. Потому что ткань такая, что мне кажется, закошлатится. Почему-то мне так кажется. Но пока она нормальная. Может, пару-тройку раз я поношу ее. И главное, сфоткаюсь. Кстати, я еще в H&M мерила разную интересную обувь. На каблучках даже. Слушайте, есть на каблучках, на небольших. Такая удобная обувь. Прям как в шлепках. Надо что-нибудь себе приобрести. Но что касается обуви, правда, вот я готова там что-нибудь где-нибудь взять, там потаскать. Но предпочтение всегда отдаю какой-нибудь прям супер брендовой обуви. Ну, прям хочу. Поэтому даже там некоторые вещи, которые я там где-то заказывала, да. Я понимаю, что все-таки, все-таки я буду это продавать. Допустим, что-то из обуви, да. То, что я еще не носила, взяла себе. Но понимаю, что как-то руки не доходят. Одеть это, да, и хочется купить себе что-то там другое. Поэтому и носить не буду, буду продавать. Так, дальше что? Еще мы заходили в BeFree. В BeFree тоже скидки. Так, вот он чек. Я взяла здесь две маечки. BeFree тоже недорого. Одна, которую я так давно искала, тоже классическая. Но цвет, цвет домой, бежевый, такой молочный, нежный шоколад. Она грязноватая. Я ее, вообще-то, из стирки уже достала. Одела один раз. Давай, смотрите, она уже вся у меня тут. Там пятнишка, там пятнишка. Но цвет красивый. Померю ее в пятнишке. И, естественно, такой вот немного желто-горчичный XS размер. Тоже, по-моему, последняя она там была. А, вот эту я купила за, за сколько? Это S размер. 350 рублей. А, вот эта 300. Короче, одна из них 300, одна из них 350. Вот. Ткань хлопок, все супер-пупер. Ну, в общем, желтенькая тоже мне понравилась. Желто-горчичная. Тоже как-то хочется на лето что-то поярче. В общем, цены, как вы видите, смешные и классные. Далее икею мы оставим, но потом давайте фаберлик покажу, да. Фаберлик у меня здесь немного. Я взяла самое главное костюм вот такого цвета. Я вам где-то во влогах говорила уже. Все, я пыталась его забрать, но все у меня никак не получалось. Это такой же, как у меня голубой, красивый. Мне он очень понравился. Он висит вот у меня там. И я взяла себе такой вот изумрудный, да, какой-то зеленый цвет. Я тут тоже взяла маечку, халатик и штаники. Откроем, посмотрим, померим, погладим. Сейчас, смотрите, какой цвет. И я такая дома, понимаете? Звезда. Но не звезда, я дома. Ну, короче, это я сейчас, я уже здесь одену, покажу вам, да, как оно все. Что же я разбираю? Сейчас Мила прибежит, и она просто у меня зацепок понаставит здесь. Вот. Размер S беру, короче, оно все такое оверсайз немножко. идет, поэтому здесь больший размер брать не надо. Брать не надо, я как-то говорю, как англичанка почти. Вот такая маечка свободненькая. Ну, короче, очень крутой костюм. Он очень холодный, даже вот в лето супер. Так, а получился он тоже, короче, я здесь цены напишу, сколько он всего получился. Тут отдельно брючки, отдельно кофточка, отдельно кимоно это покупается. Короче, долго я сейчас буду изучать. Дальше, травяной сбор взяла там фитополис, чабрец, березовые почки, зверовой ромашка. Вот такой вот, открыть бы, посмотреть бы, понюхать бы. Так, еще я взяла прозрачный лак, хотя уже я взяла себе и сделала ногти. Да, у меня красивые ногти. Ей лак сама сделала и не дождалась этого прозрачного лака. Ой, ой, полезно-то как. Вот такие пакетики. Пахнет тут и мягко, и чабрец, и все на свете. Иммунити, иммунитет повышать взяла во время пандемии, да. Так, взяла еще вот такие вот домашние аптечки, гелевые полоски для задников, обуви. Короче, я взяла это на самом деле для своих новых вот этих вот типа лоферы. Макосины, там много в одном, да. Я думала, натирать будет, девочки, офигенно. С первого раза не натирают, я как в тапочках хожу. Просто шикарно. Я и в фикс прайсе взяла, и здесь взяла вот такие прозрачные. Ну, пригодится еще куда-нибудь, да. Короче, у меня две пары таких теперь. Назад лепишь, чтобы не было натирания, да. Так, и все, и вот я взяла лак. Вот такой вот фаберлик. Черный он здесь, но прозрачный, укрепляющий. В общем, не знаю, но пригодится. Вот так выглядит. Думаю, пригодится. Каталог здесь идет. Дальше. Шампунь. Нашла. Хороший, классный, супер шампунь. Я здесь не буду его тестить, естественно. Я уже его затестила. Сегодня вот я буквально недавно помыла голову. Вы можете, наверное, обратить по чистоте и по качеству моих волос. Раньше, заметьте, у меня всегда выступала здесь жирная прятка. Я о ней буду еще во влоге говорить. Просто влог еще не закончила. Такая жирная прятка, она меня все время бесила. И она появлялась уже тогда, когда я только помыла голову. Сложу все видео снимать, и все, и жирная прятка впереди. Что за хрень? Сейчас, как видите, нету ее. Видите? Нету жирной прятки. Я не парюсь теперь. Я все время вот это вот, вот это вот ее убирала. Короче, все шампуни отстой. Вот этот мне нравится. Это австрийский шампунь. Мне его Люси посоветовала. Она еще будет рассказывать о своих уходовых всяких находках. На своем канале. Но этот шампунь точно могу вам рекомендовать. И еще момент, что здесь все написано по-английски. Вот. А есть шампунь такой же, на котором есть, что написано по-русски. И типа у них немного отличается качество. Вот. Поэтому будьте внимательны. Мне этот шампунь нравится. Первые два дня просто голова чистая. Как будто я ее только помыла. Ну, первый день понятно, да? Второй день, короче. Как будто только помыла. На третий день первую половину я походила. Ну, это все я вам покажу, да? А вторую половину, то есть я поняла, что уже грязно. И сегодня четвертый день я помыла. Короче, классный супер шампунь. Так, еще. Вики-эй. 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 Почему мне так захотелось сказать? Я не знаю. Я купила две занавески. Вообще, я думала взять там тюль. Такая, знаете, дешевая. И она такая небольшая. И ее много, если повесить, шесть штук. Очень красиво смотрится. Я на фотографиях смотрела. Когда дешевые увидела, мне не понравилось, как они выглядят вблизи. Они какие-то очень пористые. Вот. И я решила взять, по-моему, то же самое, что у меня здесь висит. Но здесь она висит у меня одна. Испорченная. Клеем, да? А я взяла две. Они по три метра. Три на три. Квадратные они, короче. Три на три. Я взяла две сюда в спальню. Еще я увидела в Икее, я это буду показывать уже во влоге, классные blackout бежевые красивые занавески за 4 тысячи. В принципе, есть, да? Я еще в Валеруа сравню там, да, какие лучшие именно по текстуре, потому что тут такая немного текстурная поверхность. Но цвет бежевый классный. Мне понравился. Короче, две занавески взяла. Сейчас пока их вешать не буду. Не знаю, что я их взяла. Можно было бы и потом взять. Но написано было, что это новинка. И там уже в ящике их не так много лежало. Я думаю, надо взять, пока их не разобрали. Так, эти открывать не буду. Просто покажу, что они точно такие же. Вот это я тоже брала в Икее. То есть вот мне больше тюль вот эта нравится для того, чтобы, знаете, рассеивать немного свет. Она такая все-таки беленькая. И если ей закрываешь окошко, то свет такой мягкий становится. Для съемок очень хорошо. А еще в Икее мы взяли мышку для Милки. Сказали, что в Икее самые классные мышки. Ну, в общем, сегодня она уже играла ей. Вообще, ей очень любит играть Денька. Хватать ее за хвост и крутить. Мышка такая стоит 99 рублей. А вот эти вот икеевские занавески, тюль. Так, нам все вместе вышло 1806. Это две, да? Две занавески 1698 и мышка. И пакет бумажный. Кстати, да, бумажный взяла. Вот, что касается этого. Все, теперь перейдем к Денечке. И Денечке я купила велосипед. Сразу же, кто-то уже это видел во влоге. Здесь я подробно о нем расскажу. Во многих, вот что хочу сказать, да, у нас рост метр. Метр. С кем? Вот. И когда я ходила по магазинам, то мне говорили, что ему нужен, там, наверное, от радиуса зависит, да, или, короче, размер велосипеда 16-е. Это, на самом деле, маленький велосипед. Такой маленький. Он совсем небольшой, маленький, да? И, как бы, убеждали, что 18-е это вообще очень большой, даже не меряйте и не смотрите. Ну, и мы как-то рассматривали вот эти вот... Но мне казалось, что чуть-чуть побольше можно было бы. Я не знаю, какой там размер. В общем, мы ходили. Смотрели и в Декатлоне, там один вообще вариант для нас предложили. В Спортмастере были, либо вот маленький, там он катался во влоге, либо совсем большие, как казалось. В итоге я решила поехать на Атлант. У нас есть такой рынок в Ростове, Атлант большой. Там вообще все, что хочешь найти, можно и дешевле. И там, кстати, в основном везде вот Атлант, классик. Везде-везде какие-то дешевые, ну, прям дешевые. По 4 500, по 5 тысяч эти велосипеды. Прям какая-то фигнюлька висит. Я говорю, ну, что это за вид? Ну, пусть будет дороже, ну, а так у них даже и нету альтернативы, понимаете? За 16 тысяч только альтернатива там была в одном месте, небольшой такой, да, велосипед. Я говорю, ну, за 16, наверное, вряд ли, да, это уже если мы берем, когда для взрослого человека, да, а дети так быстро растут, и потом велосипед этот вот кому нужен за 16, мне кажется, для ребенка. Ну, не знаю, конечно, может быть и нужен кому-то, но я по-другому немного рассуждаю. И мне хотелось взять, как бы, цена-качество, да, чтобы он реально, ну, не такой, блин, ужасный был. И когда мы пошли на рынок уже, я нашла там один магазин, мы во многих останавливались, увидела там большой выбор и 16-го размера, и 18-го размера. Классные дизайны, уже без вот этой дешевой фигни. Ну, у них и дешевые были такие, да, но и были альтернативы какие-то. И, в общем, нашла за 7 тысяч, и мне уже сказали, что ему 18-й можно попробовать. Он сел на радиус, это, я так понимаю, наверное, 18-й радиус этих колес, размер, да, считается. Он сел и прекрасно, прекрасно смотрится. Ну, то есть велосипед, я не скажу, что у нас маленький, он не маленький, далеко не маленький. Он у меня еле вмещается в притык багажник, вот я еще об этом не подумала, что он должен вмещаться. Там еще был велосипед такой же, точно такой же, только у него складывался руль, и немножко другие были диски, прикольные. Он стоил там на 2000 дороже. Единственный момент, он как-то туговато ехал. Я его вообще хотела взять, чтобы, знаете, руль вот так сложил и положил в багажник, так намного удобнее, и диски там прикольные были. Эти моменты, да, но он сел на него, и я вижу, он такой еле ноги передвигает. Он говорит, ну, еще не разработался, хотя, я думаю, он на витрине, да, да, должен уже разработаться. Ходят же, меряют его. Я не стала рисковать, потому что на том, где не складывается руль, вот такой же, да, он и дешевле, во-первых, а во-вторых, как-то он на нем прям сел и поехал сразу пока. Ну, короче, вот здесь вот я вам покажу, что я узнала об этом велосипеде. Вот, и все идет в комплекте. То есть колесики идут в комплекте, например, там в Спортмастере или в Декатлоне, и колеса нужно докупать отдельно. В общем, здесь я вставлю велосипед. Итак, вот такой вот мы купили велосипед. Долго искали, выбирали. Что у нас здесь? У нас здесь такие прикольные, кстати, ручки. Я искала, много было дешевых всяких великов, прям мне не нравилось. А этот прям лег на душу. Здесь два тормоза, один передний, один задний. Ну, их вот одновременно хорошо нажимать. Тут вот такой вот штучка. Вот такой вот штучка. Так, рама съехала уже, она чуть-чуть поправлять ее надо тут. Так, беленький вот такой вот у нас беленькое сидение. Вот такая красота здесь. Закрыта спица. Нам уже дали его собранным весь, потому что я говорю, соберите нам. Они говорят, ну ладно, берите с витрины. Вот, взяла с витрины. Едет мягко. Вот такие вот можно открутить здесь колесики с двух сторон. Сидение регулируется. Я надеюсь, ветер не мешает. Сидение легко регулируется вот этой штукой. Здесь тоже подкручивается, регулируется. Еще оно вперед-назад. Вверх-вниз и вперед-назад. Я так понимаю все это. Мы взяли 18 размер. Нам подкачали, все сделали. И причем нам до этого говорили, что нам хорошо 16. И типа это даже большой, нам даже еще меньше предлагали. Я говорю, блин, по-моему, ну как бы впритык. Я хочу, чтобы взять его, знаете, на вырост еще. Чтобы он мог кататься не только там 2 года, а еще побольше. А когда пошли в последний магазин, я уже везде была. Я в Декатлоне там и в Спортмастере. И во многие магазины заходила. И какая-то девушка мне говорит, да давайте это 18 дадим. Мне кажется, нормально будет. И он сел и поехал на 18. Я говорю, ну тогда 18. Вот. Так что сейчас покажу, как он катается. Все. Показывай, демонстрируй. Вот. Он сразу, кстати, сел, поехал. Ничего не нужно было. Тормози. Тормози. Где тормоз у нас, Дэнь? Тормоз. Вот так. Раз, двумя и тормозит. Молодец. Поехали еще дальше. Поехали. Поехали. Ну, конечно, отвлекается. Ему горку кайф. Ну, велик тоже хорошо. Короче, вот так вот. А вот смотрите Марк. Марк на голову выше нас. И прекрасно ему вот тоже. Все ездит. И еще купила ему очки. У нас теперь уже 3 пары очков. Одни красные я уже вам показывала в покупках, да. А эти уже подороже. В H&M мы взяли вот такие очки. Там цена у них была 499 рублей. Но, по-моему, с 20% скидкой нам их посчитали. Я решила взять такие яркие, классные. Это для ярких образов. У нас много желтеньких акцентов. И вторые, это я купила, это я купила. Этот C-парк был, да. И там такая стоечка стоит где-то посредине. Островок. И я решила взять такие классические, немного просто синенькие. Это уже подо все подойдет, да. Если вдруг у него нет никакого яркого. А тут сразу какой-то спортивный яркий образ, да. И я люблю ему. Прям вот у нас лежит. Я вижу, в чем он одет. Я говорю, так. Вот такие очки сегодня одеваем. Или красные. Короче, трое очков. Эти 300 рублей стоят. Вот, в принципе, и все. Вот все покупки. Надеюсь, какие-то были полезные. Действительно, в H&M, по-моему, это одно из немногих... А, и B-Free, да, где реально распродажи, классные цены. Шампунь. Это number one. Мне теперь нравится. И сейчас все остальные шампуни я какие-то раздам, какие-то выкину. Потому что все, на самом деле, очень индивидуально, да. Не факт, что если в моей голове не подошел этот шампунь, не факт, что он не подойдет кому-то другому. Поэтому стоит попробовать. У меня целые флаконы стоят. Вот, как бы можно отдать. Всеми покупочками своими я очень довольна. Вот. Пишите, что понравилось вам. Если что-то есть у вас полезная информация, тоже пишите ее в комментариях. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok